В эфире студия репортер Дмитрием Вагомоловым. Команда Одесской области выиграла бронзу в групповых упражнениях чемпионата Украины по художественной гимнастике, который проходил в Киеве. Сегодня спортсменки со своим тренером у нас в студии. Здравствуйте, это Афина Кузнецова и Полина Городничья, бронзовые призеры чемпионата Украины. Здравствуйте. И также это тренер с Дюшор Черноморец по художественной гимнастике Антонина Липкина. Здравствуйте. Антонина, вам первый вопрос. Как тренеру расскажите про выступления подопечных, насколько в групповых упражнениях подошли подготовленными к этому турниру и как удалось выиграть бронзовые награды? Подготовки в групповых упражнениях всегда очень сложные у нас. В этом году было очень сложно, потому что многие дети болели. Болели по очереди. Если ребенок болеет, то подготовка, соответственно, уже неполноценная, потому что мы ставим запасную, запасная девочка отрабатывает, нарабатывает элементы, потом выходит та, которая должна стоять, и, соответственно, опять у нее все не отработано. И так они болели очень часто и по очереди. И, конечно, уже к последним нескольким неделям у нас уже была паника, что мы можем быть не готовы. У нас много чего не получалось. В этом году был сложный вид. Было упражнение с лентами. Пять лент – это очень коварно, очень сложно, они путаются, постоянно завязываются в узлы, завязываются в узлы друг с другом, сами по себе. Ну, в общем, сложно. Ленты – это очень сложно. И в личной программе, а в групповом еще сложнее, потому что там много перебросок, и многое зависит не только от самой спортсменки, когда она сама за себя, а от того, как бросила другая спортсменка. Сколько всего было участниц в групповом упражнении? И у нас сегодня две призерки. А сколько всего было в команде? В команде всего шесть, но в каждом упражнении по пять человек. То есть у нас две девочки, они менялись. Одна была в одном упражнении, без предмета, где было чуть-чуть легче, конечно. Там просто нужно было показать все свои физические способности. А вот с лентами была другая девочка. Ну, конечно, мы больше внимания уделяли в подготовке именно с лентами, потому что ленты – это очень сложно, очень-очень-очень. А сколько в групповых упражнениях всего дисциплин было, и какое отличие было от личных зачетов? Ну, обычно в этих возрастах всегда под два упражнения – БП и лента. Когда они будут старше, будут без предмета, будут, допустим, два каких-то предмета или даже два смешанных. То есть, допустим, мяч-булавы, как они сейчас взяли, или мяч-лента, и там три мяча, две ленты. Ну, как-то так это может быть. Это уже очень сложно. Это уже другой уровень. Это уже на КМСах, на мастерах уже изощряются как-то так. Но и тем интереснее, потому что скомбинировать такие разные предметы, координационно и постановочно, очень бывает это интересно. Спасибо большое. Передадим слово нашим спортсменкам. Афина, расскажи о своих впечатлениях от чемпионата Украины. Как удалось выиграть бронзу? Ну, мы очень много работали. Каждый день у нас были тренировки. Иногда даже по субботам, воскресеньям. Ну, мне это нравится. Мы всегда все должны дружить, потому что, если дружбы не будет между нами, те, кто участвует в команде, то тогда ничего не выйдет. Мы очень много работали. Как считаешь, какие лучше получились упражнения у вас вместе в групповом упражнении? А в каких стоит еще потренироваться, наработать мастерство? Ну, конечно, еще в лентах надо больше тренироваться. Все вместе тоже работать над предметом, то есть над лентой. И в БП это легче, потому что там предмета нету, только все телом делаем. Полина, расскажи, какие твои любимые предметы и вот насколько сложно в групповом упражнении демонстрировать свои качества и добиваться результата? Ну, сегодня я взяла с собой два любимых мои предмета. Это булавы и мяч. И на самом деле булавы это самый сложный предмет, потому что их две. И получается, когда гимнастка бросает переброску, то они могут полететь в другую сторону или очень даже разлететься. А мяч коварен тем, что когда жарко, руки мокрые, все мокрое, все скользит в руках, и тоже большой риск вылет предмета за площадку и огромные сбавки. Спасибо большое. Расскажите нам, пожалуйста, Антонина, о тренировочном процессе. За этот год, мы знаем, было множество и сложных ситуаций для художественной гимнастики в Одессе. Да и сейчас спортивная гимнастика переживает непростые времена с тренировочной базой. Похожая ситуация была в начале минувшего года с душой Черноморец, зал на 6-й станции, где тренировались спортсменки после перехода со стадиона Черноморец и после реконструкции этого стадиона на протяжении долгих 6 лет, если не ошибаюсь, были тренировки в этом зале, после чего остались без тренировочной базы. Как обстоят дела, как удавалось готовиться и насколько сложно было к этим результатам подготовить подопечных? Ну, к счастью, мы совсем недолго были без базы. Буквально вот у нас тютелька в тютельку, нас там попросили уйти и уже получилось найти новую базу. С точки зрения художественной гимнастики, конечно, просто замечательно. Это, наверное, мечта сборной Украины тренироваться в таких условиях, как мы сейчас тренируемся. Пока что еще прохладно у нас, еще не включили отопление, но мы ждем, что будет так же тепло, как было в прошлом году. Мы тогда вошли, конечно, было и тепло, не сравнится с 6-й фонтаном. Огромные высокие потолки, огромный зал. В общем, условия именно для подготовки высоких результатов и, конечно, мы постараемся это все оправдать. Надеемся, что мы будем долго здесь, наверное, до момента постройки специальной базы для спортсменов, художественной и спортивной гимнастики. Ну, той, которую на минувшей неделе заявлял губернатор Одесской области. Да, мы будем надеяться, что она будет где-то такого же уровня, такого же плана, потому что этот зал, конечно, просто шикарен для тренировок, художественной гимнастики. Наверное, никакому больше другому виду спорта такой зал настолько не подойдет, как нам, потому что, в принципе, мало где еще требуются настолько высокие потолки. Нас все время наш прошлый зал ограничивал высотой. То есть, после перехода в спорткомплекс Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого фонтана, это улица Новая Береговая, появилась также возможность проведения чемпионатов Украины, чемпионатов области, ну, различных соревнований всеукраинского масштаба. Даже, может быть, международного, потому что мы знаем, приезжали команды из США, даже из других стран, в Одессу по художественной гимнастике. Этого очень, ну, долгие годы не было, такого уровня проведения соревнований. Насколько сейчас ощущается наплыв, вот, желание заниматься у детей, может, больше приходит желающих, больше групп появляются, и, может быть, конкуренция возрастает за счет этого результаты? Ну, да. То, что сейчас, в принципе, повышенный интерес к художественной гимнастике, не знаю, не уверена, что это связано именно с тем, что у нас новый зал. Это просто, наверное, потому что это красиво, и для девочки это самый удачный вид спорта, ну, хотя бы с него начать. Потом с него можно уйти и в балет, и в танцы, и куда угодно, уже имея физическую какую-то подготовку и растяжку. Вот. Относительно соревнований, да, чемпионаты области и международные турниры, конечно, проводить здесь очень интересно, особенно в весенние, летние, осенние периоды, когда это море, и для многих людей, которые, в принципе, тоже стремятся приехать и попасть, подышать морским воздухом, иметь зал, который находится прямо на берегу моря. Ну, и наличие трибун, есть возможность, где разместить болельщиков, родителей, поддерживать. Да, наверное, совсем крупного масштаба, там немножко не хватает именно раздевалок. То есть вот количество, обычно, когда мы приезжаем на чемпионаты Украины, они предоставляют, именно как вот дворцы спорта, они еще чуть-чуть крупнее. Но сам спортзал, сами площадки для разминки. Вот мы сейчас были на чемпионате Украины, там, например, меньше было места для разминки детей. То есть в нашем зале было бы гораздо комфортнее детям подготавливаться к выступлению. Ну, там он был более такой, как комплекс большой. Спасибо. Вот ваше мнение очень интересное. Я так понимаю, вы уже опытные спортсменки, занимаетесь давно. Сколько уже в гимнастике? С четырех лет. Сейчас мне 12. С четырех лет. Это уже 8 лет тренируешься. Есть чем сравнивать с различными условиями тренировочными. Насколько стало лучше тренироваться в новом зале, чем раньше? Ну, я, конечно же, с четырех лет стала уже гораздо лучше тренироваться. Мне это очень нравится. Я почти каждый день тренируюсь. Мне всегда хочется отрабатывать какие-то новые элементы, чтобы не оставили новые упражнения. Мне нравится это все отрабатывать. А вот наличие высоких потолков, оно же дает больше возможностей для того, чтобы отработать свои качества, работать с различными предметами. И, ну вот, про сами условия. Ну вот, когда потолки выше, предмет можно кидать выше, можно сделать больше мастерства, более сложные элементы, потому что предмет летит выше. Спасибо большое, Афина. Полина, как ты давно занимаешься художественной гимнастикой? Почему этот вид спорта для себя выбрала? Чем он тебе нравится, чем отличается от других? Как считаешь? Что самое главное в нем? Я занимаюсь гимнастикой уже 10 лет, и я выбрала этот спорт, потому что он очень грациозный, красивый, пластичный. Здесь очень хороша должна быть координация, чтобы уметь владеть предметами хорошо и красиво. А насколько условия тренировочного процесса помогают повысить результат, ну и больше уверенности ощутить? То есть, если тренироваться в хороших условиях, легче выходить наверняка на соревнования такого высокого уровня, как чемпионат Украины. Да, абсолютно верно, потому что, когда тренируешься под низким потолком, то твой максимальный уровень сложности один кувырок, а когда большой потолок, можно сделать два, три, четыре и больше. И когда выходишь на площадку, то ты должен сделать все, потому что можно набрать высокую оценку, победить всех, кого хочешь. Спасибо большое. Но у девочек есть теперь другая проблема. Они настолько привыкли уже высоко бросать и делать под высокими бросками какие-то сложные элементы, что когда они приезжают в не такие шикарные залы, где все-таки такие стандартные для Украины залы... Приходят за себя сдерживать. Да, они не могут, у них все время мешает, у меня маленький потолок, я не могу, потому что булава бьется, например, об потолок. В общем, возникают другие проблемы. Поэтому в любом случае надо уметь работать в любых условиях. Можно готовить себя к еще более высокому уровню. Надо уметь думать. Конечно, гимнастика – это такой вид спорта, который, вот если ты где-то рассеянный, расслабленный, вот голова – это основное, потому что ты должен рассчитывать траекторию. А в команде это вообще... Ну, наверное, мы бы не подготовили наш нынешний вид на чемпионат Украины с лентами в нашем старом зале. То есть если в прошлом году мы тоже были бронзовыми призерами чемпионата Украины, после двух команд школы Дерюгиных, это, конечно, высокий результат. Но в прошлом году мы готовились еще в старом зале, и это были мячи, и дети были на год младше. С лентами мы бы не смогли подготовиться. Назовите всех участников, кто вы в команде выступал. Назовите подруг по команде. Ну, у нас было... Ну, мы не только вдвоем, было еще вообще в команде пять человек. Но так как у нас было два вида БП и ленты, в лентах стояла одна девочка, а другая была запасная. И в БП эти девочки всегда менялись. Это Алина Михайлова, Мария Левиева, Ксения Почтыренко и Соня Непряхина. Поздравляем всех победителей. И Антонина, расскажите нам о том, к чему сейчас вы готовите своих подопечных, спортсменок. Они выходят на новый уровень в возрастных категориях, уже начинают бороться за места и в сборной в Украине. Что сейчас важно, над чем необходимо работать, над какими элементами мастерства? Ну, сейчас такой новый этап, довольно сложный. И тем интереснее именно девочки этой возрастной группы. Они вступают в борьбу уже в кандидаты мастера спорта. Там они будут соревноваться не только среди своего возраста, как это было раньше, каждый год соревнуются только со своим возрастом. Они уже будут соревноваться с тремя возрастами, с двумя более старшими, с 2004 и 2003 годами рождения. Конечно, там дети уже более опытные, сильные, психологические, физические. Но тем не менее, возможно, составить им серьезную конкуренцию. И мы на это настраиваемся. Мы сейчас будем переставлять в основном все программы, усложнять их. Конечно, девочкам придется не сладко. Но если они это любят, и так как они это говорят, то у них все, в принципе, пока что получается и все нарабатывается. Когда одесским любителям гимнастики ожидать турниров, чтобы прийти, поддержать, посмотреть на выступления спортсменок? Ну, турниры у нас сейчас проводятся довольно часто. Я точно не знаю всего расписания. У нас как бы разные тренеры нашей области, нашего города, в принципе, проводят турниры и проводят его в нашем зале. Вот. Знаю, что в декабре будет скоро турнир в нашем зале. Ну, зимой обычно не проводятся турниры, потому что холодно ездить, холодно проводить турниры. Ну, как-то меньше люди ездят. Поэтому не думаю, что вот после этого турнира еще там, наверное, до марта месяца особо не будет у нас турниров. А потом наверняка будут еще несколько чемпионатов области, уже старших. Вот. Так что за соревнования. Чем чаще выступаешь, тем лучше результаты. Ну, конечно, это практика, это опыт. Это то, что делает сильнее. Хочется, чтобы напоследок наши спортсменки обратились к юным гимнасткам, которые только недавно начали заниматься, которые еще не добивались таких высоких наград, как чемпионство, как бронзовые награды чемпионата Украины. Вот. Ведь в гимнастике начинают заниматься спортсмены из трех, из четырех лет, когда это совсем еще юный возраст, когда, ну, очень мало можно самостоятельно какие-то решения принимать. Больше слушаешь тренера, родителей. Вот расскажите, как нужно себя готовить к тому, чтобы становиться дисциплинированной, и чтобы получалось то, что тренер пытается из вас сделать. Вот, Афин. Ну, нужно слушать замечания тренера и стараться их исправлять с первого же раза. Не обижаться на критику. Да. Ну, если на тебя кричат, это не значит, что тебя хотят сделать хуже. Это просто тебя, наоборот, хотят сделать лучше, чтобы ты стал лучше, и чтобы все получалось, все элементы упражнения. А вот если лень идти на тренировку, как себя переломить? Все равно придешь, потом, когда уже в середине тренировки, уже развеешься, и все, ну, уже захочется тренироваться дальше. Спасибо большое. Полина. Ну, мне кажется, что самое главное в гимнастике, что нужно освоить этот предмет и тело, потому что без этого, ну, никак. Ну, малышам нужно уметь слушать, понимать, принимать замечания, не плакать, не расстраиваться на крики тренера, а слушать и, наоборот, его еще больше уважать. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Еще раз поздравляем вас с бронзовыми наградами в групповых упражнениях. Желаем, чтобы дальше были еще более ценные медали, еще более высокого уровня, и только золото, конечно. У нас сегодня в гостях бронзовые призеры чемпионата Украины по художественной гимнастике Афина Кузнецова и Полина Городничья, а также тренер с Дешор Черноморец по художественной гимнастике, тренер, который подготовил наших призеров, это Антонина Липкина. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Студия Репортер». Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами и живите спортом.